Ибо мы, его творения, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять во имя Отца и Сына, если так в Духа одни. Святитель Иоанн Златоуст в первой беседе на второе послание к фессалоникийцам говорит нам о том, что начало греха в человеке – это гордость. Подщимся все удаляться от пагубнейшей страсти гордости, чтобы мы не подпали одинаковому с дьяволом осуждению, чтобы мы не подверглись одинаковому с ним наказанию, чтобы мы не сделались причастниками его мучений. Епископ не должен быть из новообращенных, говорит апостол, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. 1 Тимофею 3 глава 6 стих. «То есть возгордившийся понесет равное с дьяволом наказание. Начало гордости – удаление человека от Господа». Сираха 10 глава 14 стих. «Начало греха – гордость». Здесь же 15 стихом. Первое побуждение и движение козлу, впрочем, может быть и корень, и основание его. Ибо начало может означать или первое побуждение козлу, или основание его. Так, например, воздержание от зрелищ может быть названо началом целомудрия, то есть первоначальным побуждением. Но если мы назовем началом целомудрия пост, то здесь начало будет означать основание или опору. В таком смысле и гордость есть начало греха. С нее и начинается всякий грех, и в ней находят свою опору. Потому что сколько бы мы не совершили добрых дел, этот порог не позволяет им укрепляться в нас и неразлучно с нами пребывать. Но, подобно какому-либо корню, препятствует им оставаться в нас непоколебимыми. Это видно из следующего. Смотри, какие дела творил фарисей. Между тем, это не принесло ему ни малейшей пользы. Ибо он не отсек корня, который и разрушил все. От гордости происходит призрение к бедным, страсть к деньгам, властолюбие и славолюбие. Гордый человек расположен мстить за обиды. Ибо гордый не может равнодушно переносить обиды ни от высших, ни от низших. А кто не переносит спокойный обид, тот не в состоянии переносить и несчастье. Смотри, каким образом гордость есть начало греха. Но как началом гордости может быть незнание Бога? Очень просто. Ибо кто знает Бога так, как нужно знать, кто знает, до какой степени Сын Божий смирил себя, тот не превозносится. Ибо гордость ведет к надменности. Скажи мне, отчего враждующие на церковь Божию говорят, что они знают Бога? Не от гордости ли? Видишь ли, какую пропасть ввергло их незнание Бога? Если Бог любит дух сокрушенный, то напротив он противится гордым, а смиренным дарует благодать. Итак, нет зла равного гордости. Она превращает человека в демона, наглого, богохульствующего, клятвопреступника. Она возбуждает в нем жажду убийств. Человек надменный постоянно сокрушается скорбью, постоянно досадует, постоянно сетует. Ничто не может утолить его страсти. Если бы даже он видел, что царь униженно преклоняется пред ним и благоговеет, то и тогда не удовлетворился бы этим, но еще более воспламенился бы. Подобно тому, как сребролюбцы, чем больше приобретают, тем больше жаждут, так и гордые. Чем больше они пользуются честью, тем больше желают ее. Страсть их постоянно возрастает, ибо она есть страсть, а страсть не знает предела. Но прекращается только тогда, когда убьет того, кто одержим ею. Разве не видишь, что люди, одержимые так называемым волчьим аппетитом, постоянно голодают? Ибо эта страсть, как утверждают врачи, приступившие естественные пределы. Подобным образом и люди неумеренно любознательны и пристрастны к ученым исследованиям. Сколько бы они ни обогащались познаниями, не останавливаются ни на чем. Ибо это у них страсть, не имеющая границ. Опять те, которые находят наслаждение в любодеянии, не умеют положить конца своим желаниям. Блуднику сказано, сладок всякий хлеб, он не перестанет, доколе не умрет. Сираха 23 глава, 23 стих. Ибо эта страсть, впрочем, хотя страсти и составляют некоторого рода недуг, однако они не неизлечимы. Напротив, они способны к уврачеванию и даже больше, нежели телесные недуги. Если только мы захотим, то можем потушить их. Как же можно потушить гордость? Нужно для этого познать Бога. Ибо если она происходит от незнания Бога, то когда мы познаем Бога, от нас удалится всякая гордость. Подумай о гиене, по мысли о тех, которые гораздо лучше тебя. Подумай о том, насколько ты виновен пред Богом. Если подумаешь об этом, то скоро укротишь свой разум, скоро смиришь его. Подумай о настоящем, о природе самого человека, о том, как ничтожен человек. Когда увидишь человека мертвого, то размысли при этом о ничтожестве всего настоящего, о том, что он ничем не отличается от тени и сновидения. Подумай о людях, владевших великими богатствами, которые совершенно разорились во время войны. Посмотри на дома великих и знаменитых людей. А теперь исчезла и память о них. Каждый день, если захочешь, ты можешь находить подобные примеры. Смену правителей, Отобрание в казну имущества богатых, Многие из властелинов сидели на земле. Тот же, о ком не думали, носил венец. Сирах 11 глава 5 стих. Что скажешь? То, что ты наделен разумом, Но вот у тебя и разума нет, Ибо гордость есть признак неразумия. Отчего же ты превозносишься? Благоразумием ли своим гордишься? Но гордость не свойственна благоразумию. Напротив, через нее ты лишаешь себя права носить название благоразумного. Поэтому обуздаем наши помыслы. Будем скромны, смиренно мудры, кротки. Ибо таких особенно и ублажает Христос. Блаженный, говорит он, нищие духом. Матфея 5 глава 30 стих. И опять. Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Матфея 11 глава 29 стих. Для того и умыл он ноги своим ученикам, Чтоб показать нам пример смиренно мудрее. Постараемся из всего этого извлечь для себя пользу, Чтоб мы могли получить благо, Обещанные, любящим нас Господом. Господу слава во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok